Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Премии и благодарственные письма лучшим музыкальным работникам Самары. Глава города Елена Лапушкина поздравила победителей федерального конкурса на звание лучшего преподавателя в области музыкального искусства. Возьмемся за руки, друзья. В столице региона представили рисунки донецких детей и самарских воспитанников школ искусств и учреждений дополнительного образования. Чем опасен кредит, куда вложить средства и зачем нужно страхование. В Самаре прошел городской чемпионат по финансовой грамотности для школьников от 14 до 17 лет. В Самарской области в следующем году направят 50 миллиардов рублей на меры поддержки семей с детьми. Это исторический максимум. Прирост составляет 15 миллиардов. Об этом заявил губернатор Дмитрий Азаров на оперативном совещании в правительстве региона. По словам в РИО министра социально-демографической и семейной политики Регины Воробьевой, в Самарском регионе действует 27 финансовых мер соцподдержки семей с детьми, в том числе 23 региональных и 4 федеральных. В 2024 часть мер войдет в состав единого пособия. С 2017 года финансирование этих мер поддержки увеличилось более чем в 7 раз. По прогнозам на 2024 количество получателей мер соцподдержки семей с детьми в Самарской области превысит 318 тысяч человек. В Министерстве культуры России подвели итоги конкурса на звание лучшего преподавателя в области музыкального искусства за 2023 год. В этом году он прошел уже во второй раз. Напомню, премии были учреждены указом президента России. Федеральные премии в сфере музыкального искусства были присуждены и музыкальным работникам нашего города. С почетным званием педагогов сегодня поздравила глава Самары Елена Лапушкина, вручив победителям благодарственные письма. С подробностями Ольга Павлова. О таких, как она, обычно говорят педагог от Бога. Преподаватель по классу виолончели детской музыкальной школы имени Дмитрия Кабалевского, Людмила Граховская, одна из немногих, кто достоился федеральной премии в сфере музыкального искусства. Выпускники ее класса работают в оркестрах, музыкальных училищах и школах. Среди них талантливые музыканты и известные педагоги. С почетным званием Людмилу Ивановну поздравила глава Самары Елена Лапушкина, вручив педагогу благодарственное письмо. Несколькими днями ранее Людмила Граховская приняла участие в эфире передачи «Самарская среда», отметив, что путь к заслуженному музыкальному работнику начинался с небольшого класса и пары-тройки по-настоящему способных ребят. Эфир программы можно будет посмотреть на телеканале «Самара ГИС» в среду, 25 октября, 18.15. У меня в первые годы моего преподавания четыре человека были совершенно уникальные. Вот мои ученики, которые были очень одаренные, очень талантливые. И вот с них начинался ансамбль. То есть мы брали очень серьезные программы и выступали, и выступали даже на сцене филармонии. Потом он прирастал, вот, и становился больше и больше. Одно время было замечательно, когда дети сами организовали свой ансамбль «Апокалиптика». Это, вы знаете, такой финский квартет велончелистов. Благодарственного письма от имени главы города удостоился еще один победитель федерального конкурса на звание лучшего преподавателя в области музыкального искусства за 2023 год. Им стал преподаватель по классу балалайки детской музыкальной школы имени Петра Чайковского, заслуженный работник культуры Сергей Мамченко, который воспитал целую плеяду талантливых учеников. Многие из них за высокие достижения в учебе награждены стипендиями и премиями федерального и регионального уровней. На награждение в мэрии «Самары» Сергей Николаевич отметил свой коллектив и подчеркнул, что победа общая. В этом году федеральный конкурс прошел уже во второй раз. В нем приняли участие более 50 регионов нашей страны. Премии были учреждены в 2022 году указом президента России. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. 7 ноября в Самаре пройдет парад памяти. В нем примут участие более 100 парадных расчетов, половина из которых юнормейцы, кадеты, военно-патриотические клубы Самарской области. Традиционно приедут участники парадного прохождения из всех регионов Приволжского федерального округа, из других регионов страны, а также из города Снежное Донецкой Народной Республики и из города Героя Бреста Республики Беларусь. Напомню, впервые военный парад прошел на главной площади запасной столицы 7 ноября 1941 года. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность народа сражаться с врагом до победы. В нашем городе парад был самым многочисленным и продолжительным. В течение двух часов в нем приняли участие 25 600 человек. Только парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пронеслись 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Искусство объединяет. В Самаре в городской думе наградили победителей межрегионального фестиваля детского и юношеского творчества «Возьмемся за руки, друзья». В нем принимали участие талантливые юные художники из Самары и Донецка. Лучшие работы вошли в книгу-альбом. С автором одной из них пообщалась Ксения Баканова. Ярослав Виноградов до сих пор не может поверить в то, что его рисунок украшает одну из страниц этой книги. Художник говорит, идея пришла в голову сразу. Красотой Самарского драмтеатра он восхищается уже давно, а на троллейбусе ездит часто. Немного вдохновения, точное движение карандаша. И на листе бумаги родилась графическая картина. Если рисуешь и видно, что у тебя очень хорошо получается, что тебе хочется рисовать, что все ровно и красиво, то можно таланты развивать. Приятно ощущать, что ты добился чего-то в этой жизни. В Самаре наградили участников межрегионального фестиваля детского и юношеского творчества «Возьмемся за руки, друзья». В нем принимали участие юные художники из Самары и Донецка. Лучшие работы украсили книгу-альбом. Мы взяли тему «Любовь к малой родине». И дети через рисунки отобразили свое отношение к городам, в которых они живут. К любимым местам, к которым приходят где-то ежедневно, где-то с друзьями, в рамках досуга. Участникам конкурса вручили дипломы и подарки от городской думы. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притонельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с метростроем. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засадят кустарниками и травой. Деревья же новой саженцы расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно, и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все мы хотим попасть именно на площадь Куйбышево на какие-то мероприятия, мы хотим попасть на набережную, на какие-то мероприятия. Ну и хочется же комфорта, да? А если будет метро, мы будем из метро выходить и сразу заходить в театр и будем подать на площадь Куйбышево. И мы настолько рады будем, и мы уже рады, что строится, а когда открытие будет, это будет вообще шикарно. В областной столице запретили парковку на ряде участков улиц. Ограничения связаны с увеличением пропускной способности автодорог. ГИБДД города информирует водителей о введении ограничений на участке улицы Авроры от аэродромной до Дыбенко и на улице Гагарина на протяжении 300 метров в каждую сторону от перекрестка с улицы Авроры. Парковка в этом месте разрешена только в специально обустроенных карманах. По мнению дорожных полицейских, эта мера повысит пропускную способность улиц, так как позволит использовать для движения крайние правые полосы, которые сейчас заняты припаркованными автомобилями. Городские власти держат на контроле ситуацию, сложившуюся с домами, расположенными по адресам Алексея Толстого, 30, Куйбышева, 61 и Маяковского, 37. Дома признаны аварийными, тогда как жители уверяют, причин для этого нет. Подробнее в нашем сюжете. Лариса Айдарова проживает в 30-м доме по улице Алексея Толстого. Здание 1917 года постройки является объектом культурного наследия. Фонд капитального ремонта уже разработал проектную документацию на ремонт крыши, фасадов и фундамента. Заключены контракты на выполнение работ. Но в сентябре выяснилось, что здание признано аварийным. Об этом жители узнали от сотрудников фонда капитального ремонта, когда те приостановили работы. Фундамент и основные несущие конструкции крыши, они признали ограниченную работу способными. А стены признали аварийными. При этом, крена у наших стен нет, дом стоит прямо. Похожая ситуация еще по двум адресам – Куйбышева 61 и Маяковского 37. Оба здания также являются объектами культурного наследия. В обсуждении судьбы зданий приняли участие представители Департамента управления имуществом Самары, главы районов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Хинштейн. Он напомнил, что опыт решения похожих проблем имеется. Коллеги, ну очевидно, что здесь такая же схема, как с Домом просвещенцев. Давайте тогда определим сейчас алгоритм, каким образом этот объект будем выводить с реестра аварийных. На встрече с жителями было решено провести дополнительную экспертизу, чтобы оценить состояние зданий. Обследование очень поверхностное. Мы настаиваем на том, чтобы было обследование проведено объективно, инструментально. Будет дополнительный выезд еще совместно со всеми, кто присутствовал на совещании. Также с Александром Алексеевичем Хинштейном будет сегодня произведен выезд на эти адреса. И окончательно будет принято решение уже как раз на местах. Это уже будут принимать решения жители. Городские власти держат ситуацию на контроле. Ксения Баканова, Виктория Шара, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Единое время запрета на шум планируют установить с 23.00 до 7.00 утра во всех регионах России. Кроме того, единое время проведения шумных строительных работ будет установлено в период с 9.00 до 19.00. С обязательным перерывом с 13.00 до 15.00 и исключительно в будние дни. Кроме того, жильцы смогут назначать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний для проведения профилактики и выявления нарушений запрета на шум. Новым проектом предлагается ввести следующие штрафы. За первое нарушение тишины в установленное время для граждан в размере от 500 рублей до 2.000, для должностных лиц от 5.00 до 10.000 рублей, а для юридических от 20.000 до 50.000 рублей. При повторном нарушении последует наложение административного штрафа на граждан в размере от 2.000 до 5.000 рублей, на должностных лиц от 10.000 до 20.000 рублей, на юридических лиц от 50.000 до 100.000 рублей. Российским автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера. Росстандарт уже внес изменения в ГОСТ, а ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Особенно актуальными квадратные знаки были для владельцев, в частности, некоторых японских автомобилей, где штатные заводские крепления не предусматривают стандартных прямоугольных номеров. Ранее нестандартные регистрационные знаки было разрешено устанавливать лишь сзади автомобиля. За установку на переднем бампере ранее полагался штраф в 500 рублей. Сотрудники госавтоинспекции подвели итоги рейдов за выходные. Об этом сообщили в Главном управлении МВД Российской Федерации по Самарской области. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 52 водителя. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной тонировки к ответственности привлекли 165 автомобилистов. Также 37 водителей нарушили правила перевозки детей. По итогам мероприятий выявили 78 правонарушений со стороны пешеходов и 85 со стороны водителей. Участников дорожного движения призывают не терять бдительности и не нарушать правила дорожного движения. В Самаре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в обмане двух пожилых женщин. И воровстве 250 тысяч рублей сообщили в Главке МВД России по Самарской области. По версии следствия, молодой человек орудовал в Новокуйбышевске. Он выполнял роль курьера, забирал у пожилых женщин деньги под предлогом помощи якобы попавшим в ДТП родственникам и переправлял их на разные счета через банкоматы, оставляя себе процент. По словам задержанного, действовал он по указанию анонимного куратора, с которым познакомился в интернете. В полиции стало известно о махинациях после обращений 85-летней и 89-летней пенсионерок. Возбуждены уголовные дела по статье мошенничества. Так называемого курьера задержали на железнодорожном вокзале в Самаре. Он признал свою вину. Спрос на путевки из России в Египет упал на 4% по сравнению с показателями двухнедельной давности. Вместе с этим снизились и цены на туры. В среднем на 25-31%. С высокой долей вероятности к падению стоимости туров в Египет привела эскалация конфликта в соседних странах. Россиян предупредили о новых схемах мошенничества, которые связаны с появлением новых банкнот номиналом в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Злоумышленники могут начать звонить людям от имени социальных служб и Центробанка и убеждать срочно поменять старые купюры на новые, иначе они якобы сгорят. Также мошенники используют настороженные отношения пожилых людей к незнакомым купюрам, предлагая у банкоматов обменять их на привычные мелкие банкноты. Эксперты подчеркивают, что никакой срочной необходимости менять деньги нет. Старые купюры будут находиться в обращении одновременно с новыми. Гражданам не стоит поддаваться на уловки мошенников и торопиться менять деньги. Решали финансовые задачи, искали ответы на вопросы, чем опасен кредит и куда вложить средства. В Самаре прошел городской чемпионат по финансовой грамотности для школьников от 14 до 17 лет. Какие перспективы откроются перед победителями, расскажем в нашем материале. Анастасия Евсеева учится в 9 классе. Девушка уверена, в наше время без знаний и азов финансовой грамотности не прожить. На чемпионате Настя следит, чтобы все было по-честному и участники не нарушали правила. Я думаю, что это достаточно современная тема. И, в принципе, я такого в Самаре у нас никогда не видела, поэтому это очень здорово. И то, что ребята этим занимаются, это тоже очень интересно. Поэтому я надеюсь, что это будет развиваться и дальше, и выйдет на всероссийский уровень. Я буду отвечать за нарушения, то есть командам запрещено между собой разговаривать, и командам запрещено пользоваться телефоном. Я буду за этим следить. Городской чемпионат по финансовой грамотности для школьников от 14 до 17 лет в Самаре проходит впервые при поддержке Департамента образования. Для того, чтобы принять в нем участие, нужно было собрать команду от учебного заведения и пройти отборочный этап онлайн. Приглашение рассылали во все школы города. В итоге было отобрано 8 команд, которые встретились в финале. Им предстояли коммуникативные бои, где есть некое утверждение, которое нужно подтвердить или опровергнуть. Это, несомненно, полезно, потому что, к сожалению, в школе пока не введена финансовая грамотность как обязательный предмет. И сейчас очень много мошенничества, как и с банковскими картами, так и с телефонных мошенников, которые могут обмануть ребенка. Практически у каждого сейчас есть банковские карты, но не всегда у родителей, может быть, хватает времени и даже порой и знаний для того, чтобы проконсультировать своего ребенка. Поэтому мы считаем, как центр доп. образования, что это необходимо. Участники отвечали на вопросы, касающиеся кредитования, страхования, денежных операций и вкладов. В жюри сотрудники Центробанка России. Этот чемпионат, нужно сказать, является продолжением проекта, который был реализован в прошлом году, который назывался у нас «Грамотное решение». В рамках этого проекта мы обучали школьников финансовой грамотности. И вот сегодня уже мы в рамках чемпионата пробуем свои силы. Победители городского этапа примут участие в областном, а дальше, если повезет, и во всероссийском. Организаторы чемпионата надеются, что он станет традиционным. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. 23 октября отмечают Международный день снежного барса или Ирбиса. Начало этому празднику положил Всемирный форум по сохранению снежного барса в Бишкеке, организованный в 2013 году. Участники форума приняли глобальную стратегию по сохранению 20 ландшафтов с жизнеспособными популяциями снежного барса. Эти животные внесены в Красную книгу. Они по-прежнему малоизучены, поскольку обитают в труднодоступных местах, ведут сумеречный образ жизни и охотятся по одиночке. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 90 Ирбисов, но точно их число неизвестно. Сейчас ученым приходится вручную смотреть сотни часов видео с камер, расставленных в заповедниках, чтобы вести учет редких животных. Специалисты Яндекса и Школы анализа данных разработали нейросеть, которая распознает 10 разных видов животных на изображениях и видео, полученных с помощью фотоловушек. Нейросеть находит животных на снимках в десятки раз быстрее, чем человек. Технология поможет ученым более эффективно изучать Ирбисов в естественной среде обитания и понять, как можно защитить их популяцию. Крылья Советов уступили в Санкт-Петербурге действующему чемпиону страны Зениту. Баскетбольная Самара на домашней арене одолела действующего чемпиона лиги Уникс из Казани. А самарские дзюдоисты привезли в регион 11 медалей. Об этих и других новостях наши корреспонденты расскажут в рубрике «Новости спорта». 2024 год в России могут объявить «Годом спорта». Идею поддержал президент страны Владимир Путин, выступая на 11-м международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который завершился в эти выходные в Перми. Форум стал рекордным по количеству участников и стран. Участие в деловой программе приняли более 5000 человек из 50 государств. В одном из круглых столов приняла участие в Рио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. Она рассказала, что в Самарском регионе осуществляют деятельность 117 аккредитованных спортивных федераций по 118 видам спорта, из которых 22 вида спорта определены базовыми для Самарской области. Сборная России заняла первое место в медальном зачете «Игр стран Брикс», которые прошли в ЮАР. Россияне завоевали 59 медалей, из которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых. Второй в общем командном зачете стала сборная Китая, завоевавшая 55 наград. На третьей строчке расположилась команда ЮАР, у них 51 медаль. Четвертое место заняла Индия. Атлеты этой страны заработали 27 медалей. В составе российской команды выступали 34 спортсмена в шести видах спорта. Крылья Советов уступили в Санкт-Петербурге действующему чемпиону страны «Зениту». Счет в матче открыли хозяева поля на 53-й минуте встречи. С передачи Ивана Сергеева отличился Вендал 1-0. На 65-й минуте Касьера забил второй мяч в ворота самарцев, но он не был засчитан из-за игры рукой Монтуана. На 80-й минуте Вендал ударом из штрафной оформил в матче дубль 2-0. В компенсированное время на шестой добавленной минуте встречи вышедший на замену Андрей Мостовой довел счет до 3-0. На седьмой минуте компенсированный к основному времени Роман Ежов получил мяч от Владимира Хубулова, отправил его в сетку. Итог игры 3-1 в пользу хозяев поля. В следующем матче крылья Советов на домашнем поле примут Оренбург. Игра состоится в субботу 28 октября в 17.30. Баскетбольная Самара одолела действующего чемпиона Лиги ВТБ. Матч Самары с Казанским Униксом прошел во Дворце спорта. Перед поездкой в 63-й регион казанцы одержали три победы подряд, каждая с разницей в 18 очков и более. На протяжении всей встречи игра с казанцами была равной, но в финале Самара одержала победу. Счет составил 104-93. В Оренбурге состоялось первенство Приволжского федерального округа под дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В соревнованиях приняли участие 244 спортсмена из 14 регионов округа. Сборную Самарского региона представляли 35 человек, 23 дзюдоиста и 12 дзюдоисток. 11 из них вернулись с медалями. В копилке региона две золотые медали, две серебряные и семь бронзовых наград. С 22 по 26 октября в Тольятти пройдет Всероссийская спартакиада специальной олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. В соревнованиях примут участие около 300 особенных атлетов из 23 регионов Российской Федерации в возрасте от 8 лет и старше. Самарскую область будут представлять 80 спортсменов. Специальные олимпиады России – это движение, занимающиеся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушением интеллекта. В прошлом году число систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом составило более 33,5 тысяч человек, в том числе детей-инвалидов. Более 14 тысяч, сообщают в региональном министерстве спорта. В этом году специальная олимпиада России отмечает 24 года со дня образования. 29 октября во дворце легкой атлетики пройдет осенний фестиваль городского округа Самара Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие могут жители Самары в возрасте от 6 лет. Среди нормативов наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, рывок гири, прыжок в длину с места, толчком двумя ногами, челночный бег и многое другое. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Мобильное приложение госуслуги.дом позволяет гражданам не только участвовать в жизни своего дома, но и взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями онлайн, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В приложении можно передавать показания и следить за историей расходов в одном месте, направлять заявки в управляющую организацию и оперативно получать ответ, просматривать и оплачивать счета за ЖКУ, участвовать в юридически значимых общедомовых собраниях онлайн, контролировать график работ по капитальному ремонту, проверять, все ли услуги оказывает управляющая компания. Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. Данные о недвижимости пользователя загрузятся автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. В Самаре прошла областная ярмарка вакансий. Информирует Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Среди пришедших на ярмарку много студентов. Вакансии им предложили промышленные предприятия региона, в их числе ведущие организации оборонно-промышленного комплекса, заводы «Прогресс», ОДК «Кузнецов», «Авиаагрегат». Объемы производства на предприятиях растут благодаря госзаказу. Сейчас они особенно нуждаются в новых кадрах. В десятках стран мира отмечают Международный день школьных библиотек. Он был учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО и отмечается в 4 понедельник октября. В этом году праздник выпадает на 23 число. В одной из школ железнодорожного района номер 174 имени Зорина работает библиотекарем добродушный человек Ольга Васильевна, которая по совместительству преподает в школе, ведет уроки в начальных классах. Жизнь библиотеки всегда насыщена. Проводятся различные мероприятия на школьном и районном уровнях. Викторины, беседы, поэтические вечера и литературные гостины. Работе библиотекаря часто помогают учителя русского языка и литературы, классные руководители и обучающиеся. Не остаются в стороне и родители, которые активно участвуют в мероприятиях в качестве зрителей. А также помогают с подготовкой костюмов, сообщает телеграм-канал железнодорожного района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова